Всем привет, я главный мечтатель и сегодня я расскажу вам историю довольно-таки известного человека. Но эта история отличается от многих историй тем, что обычно мечта ведет человека многие годы к успеху, удовлетворению и так далее. В этой же истории все произошло наоборот, скорее успех привел к мечте. Прежде чем начать рассказывать, напомню вам, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и присылать мне свои мечты. Ну а сегодня речь пойдет о бизнесмене Леониде Богуславскому. Биография миллиардера Леонида Богуславского берет свое начало 17 июня 1951 года. Он стал первым и единственным сыном в семье Бориса Когана и известной писательницы Зоей Богуславской. В силу своей занятости родители мало уделяли времени сыну. И воспитание ребенка в основном уложилось на бабушку и дедушку. После четырех лет учебы в обыкновенной школе, опасаясь за будущее Леонида и стремясь развить его незаурядный ум, родители перевели мальчика в физико-математическую школу номер 444, где учились самые одаренные дети Москвы. Леониду очень легко давались точные науки. В школе он принимал участие в олимпиадах и нередко побеждал в них. Своё будущее юноша видел в биологии, однако отец его убедил в значимости точных наук. Поэтому к окончанию школы Леонид сделал упор на физику и математику. Он поступил в Институт инженеров транспорта, где продолжил обучение и определился с профессией. Основные интересы сводились к электронно-вычислительной технике, которая в те времена только начала появляться в СССР. Далее была докторская степень, престижная работа, множество научных трудов, несколько собственных изобретений, крупные заказы из Чехословакии. Так бы, возможно, всё и продолжалось. Но эпоха СССР подходила к окончанию, и Леонид направил свои силы в предпринимательскую деятельность. Началось всё с компании Лагаваз, главой которой был Борис Березовский. Далее он стал собственником Лагаваз Системс. В начале 90-х Леонидом заинтересовались за океаном, а именно в корпорации Оракл, куда он и отправился на один год. Вернулся в Россию он уже как представитель американской корпорации. Далее бизнес развивался и рос. Думаю, здесь не стоит погружаться в детали, ведь мы здесь собрались поговорить немного о другом. Отмечу лишь то, что Леонид Богуславский занял 64-е место по итогам 2020 года в списке богатейших россиян. Для чего же я всё это рассказал? Я просто хотел, чтобы вы поняли, что люди даже с таким жизненным бэкграундом, большими деньгами, возможностями, находят мечты и идут за ними, побеждают себя и получают эмоции от исполнения мечты. Самое главное, что мечта Леонида Богуславского не связана напрямую с деньгами. А то многие из вас сказали бы, ну, было бы у меня столько денег, и я бы реализовал любые свои мечтания, нашёл любые свои мечты и так далее. Эта мечта пришла в его жизнь внезапно. Расскажу подробнее со слов самого бизнесмена. К спорту Леонид не имеет никакого отношения. В жизни спортом он не занимался и не увлекался. В возрасте 62-х лет один его знакомый подарил Леониду книгу великого триатлета Криса Маккормака «Я здесь, чтобы победить». Читая эту книгу, Леонид заинтересовался дисциплиной «Триатлон». Включает она в себя плавание на полтора километра, 40 километров на велосипеде и 10 километров бег. А точнее, Леонид задался вопросом, сможет ли он преодолеть эти дистанции в фитнес-клубе. Для начала Леонид даже не умел плавать кролем. Последний раз на велосипеде сидел в школе. Но он все же финишировал в тот день, пройдя все дистанции, доказав себе, что он может это сделать. Далее он задался вопросом, что же получится, если потренироваться, удастся ли улучшить результат. И Леонид приступил к тренировкам, уже подойдя более профессионально. Тренировки проходили с тренером и правильным подходом. Далее, через два месяца, Леонид принял участие в первых соревнованиях на Майорке, где вошел в четверку в своей возрастной группе. А уже через полгода он принял участие на соревнованиях полу-айронмен на Гавайях, где дистанция уже сложнее. 1,9 километра плавания, 90 километров велосипед и 21 километр бег. Там он смог попасть в тройку. Далее было двое соревнований полного айронмен, дистанции которого самые протяженные. 8 километров плавания, 180 километров велосипед и 42,2 километра бег. На одном Леонид занял четвертое место, а на втором – второе место из 64 участников и отобрался на чемпионат мира. К сожалению, принять участие на чемпионате мира не удалось из-за травмы. Однако он не сдался и вернулся на трассу спустя полгода. И снова все доказал себе, финишировав на Кубке Северной Америки. Так что же движет этим человеком? У него есть все. В жизни он состоялся. Но им однозначно двигала мечта. По признаниям Леонида, он создает себе не цель, а мечту. Придя в триатлон, он поинтересовался, какая же самая высокая планка в этом виде спорта. И найдя ответ, что это квалификация на чемпионат мира, Леонид начал работать над собой. И соревноваться в первую очередь с самим собой. Не было цели быть первым. Была мечта, квалификация на чемпионат мира. И пусть на момент начала ему было 62 года. Он не спортсмен, но мечта была, как у пятилетнего ребенка, о самых высоких достижениях. И как итог, она ведь сбылась. Этот пример доказывает, что у мечты нет границ, и их не должно быть. Также можно сделать вывод, что без правила действуй, мечта не исполнится. Не начни, Леонид, заниматься, пробовать свои силы. Мечта так бы и осталась мечтой. Не знаю, как вам, а мне очень нравится история Леонида Богуславского. Она наглядно показывает, что нужно мечтать, независимо от того, кто вы. Миллионер вы или нет? В возрасте вы или молод? Развиты ли вы в этом направлении или нет? Все в вашей голове, в ваших мечтах. И умении правильно мечтать, и правильно действовать. На сегодня все. Не забывайте присылать мне свои истории мечты. И возможно, в следующих выпусках я расскажу именно вашу историю. С вами был я, главный мечтатель. Мечтайте, и все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok